Наверное, первый эфир, который запланировал мной в 8 вечера по Москве, и я вышел на минуту раньше. Обычно немножко задерживаюсь. Сейчас немножко подождем остальных и начнем. Эфир будет короткий, и, как вы видели тему, сегодня мы поговорим о сохранении видео из перископа. У меня на телефоне всего 13% зарядки. По предыдущим опытам, ну, мне это хватит минут так на 10 максимум. Поэтому буду краток, как никогда. Уже 10% пишется. Окей. Сейчас я еще немножко вам покажу фон, пока все остальные присоединяются. Привет, друзья! Я говорил, что в воскресенье, ну, не всегда будут касты, хотя я еще ни разу не пропускал. Обычно я пытаюсь в воскресенье. Это на озере в Чикагских пригородах. У нас сегодня день с семьей, и вот мы здесь с женой и ребенком. Вот, сейчас, может быть, рентанем вот тот катамаран и поедем, покатаемся по озеру немножко. Смотрите, сегодня мы поговорим о сохранении видео из перископа. Достаточно частый вопрос, который мне задают, как сохранять видео. И я говорил, что я научился сохранять его на устройство, на телефон. И что нужно куда-то выезжать, нужно куда-то ее загружать. Вот. Но я нашел более интересное решение, сейчас о всех их поговорим. Итак, самое простое. Давайте с самого начала начнем. Первое. Как сделать так, чтобы ваши видео сохранялись к вам на телефон? Если вы не хотите, чтобы... Ну, они потом исчезли, и если вы хотите их куда-то залить на YouTube или еще куда-то, вы включаете опцию в настройках Settings. Вы находите... Settings находится, когда вы нажимаете на свой профайл. Там будет написано число фолловеров и так далее. И ниже Settings, ваши настройки, и там будет галочка «Сохранять видео на телефон». Так каждое ваше видео будет сохраняться на ваш мобильный телефон. Вот. Это первое. Второе, то, что я хотел вам сказать, недавно с этим столкнулся. И, пожалуйста, запомните. У вас всегда должна быть зарядка, если вы хотите, чтобы ваши видео сохранялись, успели сохраниться. Несколько кастов записал. Один из них был часовой вебинар, когда после вебинара не сохранилась запись. Второй раз так же, вот так я вещал, 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 и у меня разряжается телефон. Опять же, запись не сохранилась. То есть, именно нужна зарядка для того, чтобы ваш эфир с перископа сразу сохранился к вам на мобильник. Если зарядки нет, если вы неожиданно прерываетесь, все, записи уже не останется. Теперь хорошая новость. Сервис Кетч, о котором я слышал, ну, кто-то из подписчиков написал несколько дней назад, дня три назад, в комментариях, когда я говорил про сохранение видео. Как пример можно сохранять. Мне ее скинули, я тогда и не посмотрел. И я посмотрел сегодня. Потом еще увидел у Алексея Валяева, он об этом рассказывал. Он сказал, что узнал от Алены. То есть, оказывается, некоторые уже пресекли эту тему. Я немножко отстал от остальных. Но давайте хотя бы вам. Кто-то из вас еще не знал. Кто не знал о сервисе Кетч? Напишите об этом сейчас и поставьте сердечко. Кетч пишется через K, как Катя, A, Apple, T, Timur, CH, Chicago. Кетч.ми. На этом сервисе вы логинитесь с помощью Твиттера. И, аллилуйя, все ваши записи будут сохраняться под вашим логином. Там только единственное в настройках нужно поставить, чтобы... Кетч.ми. Спасибо, что написали сейчас в чате. Да. Единственное, нужно вам залогиниться и в настройках, чтобы убедиться, что все ваши записи сразу синхронизируются и сохраняются в этом Кетч. Все. Дальше можно поставить автоматическую публикацию в Твиттер. И также можно автоматически, чтобы вам еще... Ну, вас отмечали в публикациях с их Твиттера. Но это не обязательно. Вот. И так все ваши записи будут сохраняться. И они будут доступны на сайте кетч.ми слэш и ваш ник. То есть, вот это будет первая запись сохраненная. Кетч.ми слэш Тимур Чикаго. Вы сможете ее найти. Спрашивают, сколько у меня времени. У меня сейчас время полдень. Так, я посмотрю, сколько у меня осталось зарядки. 7%. Еще вроде живем. Вот. Тогда вы успеете задать еще несколько вопросов. До того, как я отключусь. Только что сказал, у меня сейчас полдень. Самый день в разгаре. Сейчас еще час будем гулять. Потом пойдем укладывать дочку. Был ли стрим снимай, где-то был. Вот. А только они его почему-то не выкладывают. Как ставить сердечки? Двойной штукой нажимаете по экрану. То есть, вот так. Тык-тык. Тык-тык. Двойным нажатием. Как я набирал с помощью подписчиков здесь? Кому интересна тема набора подписчиков в Перископе? Спросили с помощью масс-фоллоинга? Ну, не только. Есть люди, которых... Да, я зафоллоинга их подписчиков. А второе, то, что я сделал. И третье. Я опубликовал в Инстаграме, ВКонтакте, в Фейсбуке. Потом опубликовал, что один эфир по Ютубу сейчас у меня будет. А, я потом запись на один эфир опубликовал. То есть, я рассказал там, я там на каком-то там... А, на 32-ом этаже на балконе я стоял, рассказывал про продвижение видео на Ютуб. И я ссылку на сохраненное видео везде запостил в соцсетях. Я сказал, что запись доступна 24 часа только по условиям Перископа. И третье. Я снял видео о Перископе на Ютуб. Вот так набралось сейчас 813 у меня подписчиков. Ну, я на Перископе не знаю сколько. Наверное, недели полторы. Это 20-й мой эфир. Каждый день в 20.00 я провожу новый эфир. Вот. Ну, в какие-то дни было чуть побольше, поэтому это уже 20-й эфир. Предыдущий эфир я куда-нибудь выложу и потом дам вам ссылку куда. Ну, а новые вы уже знаете. Итак, домашнее задание всем. Очень советую, если вы вещаете сами в Перископе, я советую всем зарегистрироваться на сайте catch.me с помощью вашего твиттера. И все ваши записи будут сохраняться там. Алексей Васильев на связи с Эцицией, отец троих детей. Здорово. Как можно опубликовать ссылку в Инстаграме? Когда он начинает трансляцию, там есть галочка слева. Начать. А, это Валяев. Фу, блин, Валяев. Привет, Алексей. Думаю, где-то я это уже слышал, отец у троих детей. Да, я сегодня смотрел как раз твое видео по поводу этого сервиса catch.me. Я сейчас об этом сказал. Так вот, смотрите, что происходит. Когда вы начинаете трансляцию, у вас слева есть такой значок опубликовать Twitter ссылку. И вот по этой ссылке, короткой ссылке, будет 24 часа доступна запись. Вот я именно оттуда, из Twitter беру эту ссылку, и потом можно раскидать в соцсетях. Так люди узнают о том, что есть перископ. Многие до сих пор смотрят через веб. Мобильное устройство не все поддерживает перископ. Это нормально. Главное, что все равно смотрят. Главное, что вы все равно несете ценность людям. Вы все равно делаете что-то для них. Да, еще раз спасибо за ссылку catch.me. Скинули в чат. Ребят, у меня сейчас уже 4% зарядки. Я не буду рисковать. Пусть эта запись все-таки сохранится мне. Завтра в 20.00 будет полноценный эфир, как обычно, каждый день в 20.00. Мы поговорим либо о фишках перископа, либо о книгах, которые сильно поменяли мою жизнь. Либо тема... Какую вы еще тему спрашивали? Вроде вот эти две темы. Хорошо, с вами был Тимур Тажетдинов. И до встречи завтра в 20.00. Домашнее задание зарядится всем на catch.me. А, и пригласите своих друзей в перископ. Это такая крутая штука. Я вам всех зову и вам тоже советую. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok